Хороший примар, который останется с вами. В этом предвыборном слогане кандидата социалистов на местных выборах в Бельцах прекрасно всё. Начиная от его вопиющего лицемерия и заканчивая отношением к гражданам, которое оно выражает. Александр Усатый останется с нами. Какое счастье! Теперь наши судьбы в надёжных руках. Жители Бельц, они же как домашние животные, не могут без хозяина. Им нужен папа, кормчий, вождь в конце концов. Кстати, на эту тему есть хороший анекдот. Папа, кто это нам машет с высокой трибуны? Это наш вождь, сынок. А я думал, что вожди бывают только у дикарей. Собственно, что ещё, кроме постоянства, предлагает Бельчанам кандидат по СРМ? Ничего особенного. Он за всё хорошее против всего плохого. Хороший примар, который останется с вами. А почему он хороший? С 2007 по 2015 год он был вице-примаром. Что такого особенно хорошего происходило в городе в эти годы? Привели пару концессий, которые вцепились в Бельце зубами, набрали кредитов, допустили или совершили, это пусть устанавливает суд, многомиллионные хищения на водоканале. Хороший примар в этом не участвовал, скажете вы, потому что он заведовал социальной сферой, а не коммунальной. Но ведь видел и молчал? Он поэтому хороший. Потому что не сует нос, куда не следует и не возмущается? Тогда да, хороший. Прямо как его президент, который предлагает всем пить чай и не дёргаться. Так для кого он хороший? Не для тех ли членов его бывшей команды, которые сейчас пытаются захватить муниципальный совет. Получится, тогда они снова возьмутся за старое, а Александр Фёдорович традиционно будет помалкивать. И немного о лицемерии. Много не надо, оно ведь видно невооружённым глазом. Социалисты намекают, что Рената Усатый бросил Бельце. Словно они не знают, что произошло на самом деле. А ведь они знают, прекрасно знают, что Рената Усатого выгнали из страны, сфабриковав ему уголовные дела. Учитывая рвение социалистов, не исключено, что выгнали по их просьбе.